Ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу о местах, которые вы должны обязательно посетить, когда вы полетите в Корею. И первое место это Кенбоккун. Это такой маленький дворец, в котором корейцы жили во времена Чосон. Если вы любите смотреть старые дорамы, то вы уже знаете, что такое времена Чосон. Но, к сожалению, этот дворец был сожжен, но через некоторое время его восстановили и сделали просто музеем, где корейцы, либо иностранцы, туристы смогут увидеть, как они жили в давние времена. Также есть очень интересный факт, это о том, что когда ты приезжаешь в Кенбоккун, ты как будто оказываешься между прошлым и будущим. То есть здесь находится Кенбоккун, это времена Чосон, дворцы, то есть такое старое прошлое время. А с другой стороны стоит уже современная Корея, высокие здания. И вы, получается, когда стоите, вы видите здесь прошлое, а здесь будущее. И это очень интересно за этим наблюдать. Следующее место это Ханган. Ханган переводится как хан, это один, ган, это река. Получается одна река. В этом месте очень популярно кушать жареную курочку, сидеть на пленде, фотографироваться, кататься на велосипедах и также смотреть, как плывут корабли. Также есть скидка для иностранцев. Если вы хотите покататься на кораблях и увидеть радужный мост, то вам нужно будет там зарегистрироваться на сайте, и у вас будет 50% скидка только из-за того, что вы иностранец. Также, если вы хотите убить двух зайцев одним выстрелом, то около Ханган находится Югсам Билдинг. Это самое высокое здание в Корее. Юг переводится как 6 и сам переводится как 3. Получается 63 этажа. На 63 этаже вы сможете обозревать весь вид на Сеул. Также вы сможете увидеть там здание, где приземляются вертолеты. То есть мы знаем, что Корея маленькая, и там даже нет мест для того, чтобы вертолетом приземлиться. Поэтому они приземляются на здание. Там есть такая пакувка H, где приземляются вертолеты. Это тоже очень интересно. Также в Югсам Билдинге находится офигенный аквариум. Там очень много млекопитающих разных разновидностей, вы сможете их увидеть там. А также там есть девушки, которые работают под водой. Они изображают русалок. И если вы смотрели Легенду Синего моря, то эти девушки обязательно вам напомнят об этой дораме. И также, наконец-таки, последнее место это Мён Дон. Самый популярный для туристов, потому что вы там сможете пошопиться, покушать, попробовать уличную еду. Там есть все бренды Кореи, которые вы хотите увидеть, или вы любите, или вы слышали. Миша, Тони Молли, Иннис Фи, The Face Shop, Nature Republic. Все вот эти бренды находятся там, и обычно туда туристы приезжают, особенно девушки с чемоданами. И закупаются всякой косметикой, потому что там очень боготворят клиентов. То есть, если вы приходите и покупаете один продукт, то вам с собой положат очень много подарков. Там пробников и масок. Также был один интересный случай, когда я была в свое время в Корее, когда я зашла в один ренд, то со мной поздоровались «Здравствуйте, принцесса». Это было очень мило, и я, конечно же, купила у них что-то. Про уличную еду это вообще отдельный разговор. То есть, вы шопитесь, плюс еще вы можете попробовать уличную еду. Топ-пуки, кимпап, жареную рыбу. А также зимой там очень популярен такой снэк, как рыбьи пирожки, и внутри находятся бобы. Это очень вкусно, обязательно попробуйте. В Мендоне очень корейская атмосфера, потому что вы идете, покупаете маски, косметику. Также слышите любимые песни свои, которые вы не можете услышать на наших СНГ-шных странах. А также вы можете попробовать вкусную еду. Также на Мендоне находится большой мишка, с которым вы можете пофоткаться. Кстати, вы можете не стесняться фотографироваться в Корее, потому что там есть созданы все условия. Все любят фотографироваться. И, например, если кореец попросит вас пофотографировать его, то он обязательно сфотографирует вас взамен. На этом все. Спасибо, что уделили свое время. Надеюсь, вы обязательно поедете в Корею, посетите эти места. Подписывайтесь на наш канал, ставьте уведомления на колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!